всем привет сегодня мы будем готовить помидор мы сделаем помидор с базиликом и помидор с мятой нужно помидор порезать на кусочки у меня здесь примерно 800 грамм такой помидор возьмите желательно помидор знаете такой мясистый и чтобы он был достаточно крепкий я вот сегодня нашла только вот такой в общем его нужно порезать на кусочки которые вам удобны примерно вот такие кусочки режем вот так помидоры мы порезали теперь мы делаем заправку вот чеснок чеснок по вкусу вы можете его потереть на мелкой терке вы можете пропустить через чеснокодавилку я порежу достаточно крупными кусочками потому что но я бы ну как бы не сырой чеснок не и для аромата чтобы можно было отодвинуть теперь нужно мелко порезать базилик базилик мы порезали теперь приготовим мяту мяту тоже вот у меня стебли очень такие твердые я наверное просто уберу и сделаю только листочки и мяту измельчаем вот чеснок вот сейчас будем готовить заправку чеснок если вы его измельчили через чеснокодавилку добавьте сразу маринад сюда мы добавим чайную ложку соли столько же черного перца если вы острое не любите можете перец уменьшить вот примерно так теперь сюда мы добавим столовую ложку мёда мёд вы можете заменить на сахар вот так и столовую ложку растительного масла у меня оливковое хотите можете растительное без запаха хотите льняное есть кунжутное очень вкусное масло и все это тщательно нужно перемешать соединить и начинаем собирать помидоры значит выкладываем слой помидор поливаем заливкой вот так чтоб на каждый помидор попала густоватый у меня чесночок и мята и следующий слой чеснок заливка мята и вот так вот до конца ну думаю здесь у меня достаточно последний слой это у нас мята и что и накрываем крышкой у меня пленка вот так и сейчас вот пять вечера и до завтрашнего обеда это у меня будет стоять в холодильнике и приступаем к базилику в принципе все будет то же самое также выкладываем помидоры слоями каждый слой проливаем заливкой у меня мед густой поэтому заливка достаточно густая и и базилик вот сочетание базилик помидоры и чеснок это в общем то ну достаточно такое известное блюдо а вот с мятой это такой необычный вкус попробуйте обязательно все завтра будем пробовать и подробностях расскажем и так прошла ночь помидоры с мятой это просто необыкновенный вкус мы вчера вечером уже съели половину на самом деле это необыкновенно вкусно попробуйте приготовьте в общем вот это теперь наше такое блюдо коронное вы понимаете это неожиданно вкусно вот так мы еще никогда не готовили неожиданно вкусно свежо я бы мяты даже положила побольше в общем всем приятного аппетита пока